Тадзио тоже ждет от нас команды о начале работы. Благодарю всех за проявленный интерес. И то, что было сейчас на автоном-пленарном заседании, дало для нас некую, скажем так, технологическую основу для того, чтобы продолжить наш разговор уже в практической плоскости. У нас не так много времени, поэтому предлагаю следующим образом организовать нашу работу. Всех спикеров, пожалуйста, придерживайтесь выступления 5-6 минут, это максимум. Для того, чтобы в конце у нас была возможность все-таки свободной дискуссии и подготовки неких рекомендаций для органов власти. Министр экологии Новосибирской области после окончания пленарного заседания к нам присоединится. То есть это будет человек, который будет слушать, что мы хотим посоветовать органам государственной власти Новосибирской области. Помимо того, как будет организована наша работа, хочу несколько слов сказать о том, почему мы, как агентство инвестиционного развития, считаем эту тему принципиально актуальной для Новосибирской области. Вот здесь присутствует генеральный директор Александр Сергеевич Зырянов, который занимается постоянно привлечением инвестиций, и вместе с тем анализируем в целом ситуацию, как она меняется в регионе. Посмотрела статистику и хочу привести вам несколько цифр. Вот сегодня академик Пармон и руководители института поспорили, что же больше, антропогенное влияние или, собственно, жизнь самой планеты. Вот те цифры, которые есть у меня перед глазами, говорят о том, что, к сожалению, антропогенное влияние достаточно велико. По Российской Федерации я сравнила данные за 2005 год и 2019 год. Это выбросы только от стационарных источников. По России миллионы тонн в 2005 году 20,4 миллиона тонн, в 2019-м 17,3, то есть произошло снижение почти на 15%. Это позитивная динамика. Посмотрела по федеральным округам. В четырех федеральных округах снизились выбросы от стационарных источников, в четырех возросли. К сожалению, в Сибирском федеральном округе возросли. Если раньше на первом месте был Уральский федеральный округ, то там они выбросы снизились за этот период на 42%. А Сибирский федеральный округ за этот же период с 2005 по 2019 год почти на 5% свои выбросы увеличил. Еще один такой негативный пример именно антропогенного воздействия. Очень большой удельный вес у нас имеет Кемеровская область по своим выбросам. Доля в СФО в Кемеровской области в 2005 году была 24%, сейчас 31,3%. То есть их доля увеличилась на 30%. В Новосибирской области благоприятная ситуация. Доля в общем выбросе в СФО 4% в 2005 году, а в 2019-м 2,4%. Почему я сравниваю два наших региона? Мы крупнейшие, если исключить Красноярский край и Иркутскую область, которые относятся сейчас к другому крупнейшему макрорегиону. Вот у нас 5-6 регионов, которые входят в макрорегион Южная Сибирь. В этих наших шести регионах макрорегиона Кемеровская область и Новосибирская область являются крупнейшими экономиками. Разница в объеме ВРП в 1%. А вот выбросы в окружающую среду в Кемеровской области в 13 раз больше, чем в Новосибирской области. И это не может, с одной стороны, не беспокоить население, потому что они это тоже понимают. И население, в свою очередь, к сожалению, действует совершенно понятным образом. Оно покидает Кемеровскую область. И экологическая ситуация этому очень способствует. Поэтому думать об этом, безусловно, нужно. Еще очень важный аспект, который я хотела бы подчеркнуть, если мы смотрим на нестационарные источники. Вот конкретно в городе Новосибирске, вчера вышла новость на Тайге.Инфо, в очередной раз были превышены ПДК по диоксиду азота, и это не первый раз, к сожалению. И Новосибирск находится на третьем месте в России по этим выбросам. После Москвы и Красноярска. Что такое диоксид азота? Это в основном выбросы от автомобильного транспорта. Конкретно по Новосибирску более 60% загрязняющих веществ – это автомобильный транспорт. То есть если наши энергетики и наша промышленность приложили усилия к тому, чтобы уменьшить свои выбросы, то автомобилизация, к сожалению, этому только поспособствовала. И поэтому приведу еще несколько цифр по России и по нашим регионам. В Новосибирской области доля уловленных выбросов от стационарных источников составляет сейчас 83%. Больше, чем у нас в Омской области – 91,5%. В целом по России – 75%. А вот в Кемеровской области улавливается всего лишь 66%. Причем в 2005 году это было 79%. То есть у них очень негативная тенденция. И над этим следует серьезно работать. Да, у нас тоже ситуация не идеальная, но она не ухудшается, а улучшается. Поэтому, когда мы выстраивали сегодняшнее наше обсуждение, мы предусмотрели два крупных блока. И начинаем мы с транспорта. Почему? Потому что в валовом региональном продукте Новосибирской области доля транспорта постоянно растет. По последним официальным статистическим данным 2018 года в ВРП транспорт занимает примерно 15%. Промышленность – 18%. Но доля промышленности сейчас не уменьшается, а вот транспорта все время растет. Причем в Новосибирской области за счет того, что мы транспортно-логистический узел, у нас есть и авиационный транспорт, и железнодорожный, и автомобильный транспорт. И у нас растет количество автомобилей, которые находятся в личной собственности граждан. Поэтому для нас это очень актуально. Второй блок участников – это все, что связано с агропромышленным комплексом. То есть, с одной стороны, само по себе сельское хозяйство – это всего лишь 5% ВРП. Но если взять уже вместе с пищевой и перерабатывающей промышленностью, которая составляет 60% от всей промышленности Новосибирской области, то это уже существенно больше. Поэтому вот так мы и разделили наших участников. К этому блоку примыкает и вопрос по твердым коммунальным отходам. Потому что, с одной стороны, эта проблема актуальна в целом и для России, и для Новосибирской области. И к ней очень причастно население. Поэтому предлагаю начать наше обсуждение. У нас уже Тадзио Шиллинг ждет включения. И я очень рада, что он смог принять участие в нашей дискуссии. Пусть даже не лично, а онлайн. Но, тем не менее, его участие для нас очень ценно. Вам слово, Тадзио. Добрый день. Большое спасибо, Ольга Витальевна, за приятные слова. Я сам тоже очень рад, что хотя бы онлайн смогу присутствовать. Уважаемые участники сегодняшней дискуссии, спикеры, гости форума Технопрома имени Ассоциации Европейского Бизнеса. Для меня большая честь приветствовать вас. Желать всем хорошей дискуссии по той теме или по тем вопросам, которые были обозначены в рамках этого вступительного приветственного слова Ольги Витальевны с вашей стороны. Я тоже хочу выразить благодарность агентству инвестиционного развития Новосибирской области за отличное сотрудничество. Не только в рамках организации этой панели, но в целом мы с вами давно на связи. И я уверен, что и нас в будущем ждет еще многое, что можно совместно делать, организовать во благо, конечно, в первую очередь российской экономики, российского населения, но и во благо иностранного, в том числе европейского бизнеса, который мы имеем честь представлять. По сегодняшней теме могу сказать, что политические разногласия, которые на сегодняшний день, к сожалению, присутствуют между Европейским Союзом и Россией, они, по нашему мнению, они не должны мешать сотрудничеству в области озеленения экономики, то есть в области экологии. Это вопросы, которые затрагивают всех нас, это на самом деле в прямом смысле и в самом глубоком смысле этого слова глобальные вопросы масштаба всего человечества. И наши короткосрочные или по другим критериям ограниченные разногласия не должны ни в коем образом отрицательно повлиять на возможность именно взаимодействовать во благо всех по этими направлениями. МИАТА это, во-первых, потому что это всех нас затрагивает, как я говорил, во-вторых, ни одна сторона в мире не способна выработать и внедрить все передовые технологии, которые необходимы для этого перехода зеленого. Это касается биоразлагания пластик, цифровое здравоохранение, искусственный интеллект, внедрение электромобилей, которые могут все в своей части помочь декарбонизации экономики. Мы наблюдаем, что члены АЭБ и другие европейские компании со временем расширяют, это второй тезис, свои географическое присутствие в России. Конечно, скажем, входная дверь для многих остается по-прежнему Москва и в некой степени тоже Санкт-Петербург. Но как только компании присутствуют несколько лет на российском рынке, конечно, они отсваивают регионы России и в том числе мы видим, что они расширяют свое присутствие за Уралом. Все больше офисов, предприятия открываются в Сибири и на Дальнем Востоке. Переходя в регион, бизнес приносит собой как и технологии, так и наилучшие европейские и международные практики, стандарты, подходы, которые не ставят не только перед собой, но и перед региональными партнерами и поставщиками. Я вижу в этом тоже такой двигатель, такой драйвер, который может способствовать озеленению экономики и продвижению этих внедрений, этих технологий. В дальнейшем один из представителей от АЭБ, из компании Coca-Cola, расскажет в своем региональном опыте в этой сфере. Я думаю, что это будет мне тоже очень интересно об этом более подробно узнать. Если говорить, и это третий момент, который бы я хотел упомянуть, о преимуществах для сибирских регионов в плане внедрения зеленых технологий, то Сибирь, несмотря на свои географические и климатические особенности, может получить в равной степени с другими российскими регионами выгоду как и от глобального, так и от российского зеленого курса. В России это не называется зеленый курс, но явно это феноменом, который мы сейчас тоже наблюдаем, что все больше нормативных актов, все больше программ и стратегий вырабатывается, которые все на самом деле дают направление только в одну сторону, в сторону озеленения экономики. И здесь мы можем говорить и о производстве зеленого или галлюбинного водорода, биотоплива, использовании возобновляемых источников энергии, развитии карбонных ферм и так далее. Спектр тем и спектр области, где возможно взаимодействие европейского бизнеса с российским бизнесом, с российскими стейкхолдерами очень широк. Новосибирская область, конечно, является крупнейшим транспортным логистическим хабом, как и для Западной Сибири, и внедрение новых технологий, технологических решений в этой сфере поможет не только снизить выбросы углерода, но и повысить эффективность, а следовательно прибыль компаний, работающих в этой области. Западная Сибирь, в свою очередь, как один из крупнейших производственных центров России, сможет получить выгоду от зеленых госзакупок. В России на государственные и другие публичные закупки приходится огромный процент ВВП, как все знают, и внедрение в рамках публичных закупков критериев зелености может быть мощным стимулом и драйвером для перестройки экономики всей России, так и сибирского региона в частности. Еще одно преимущество – это наличие крупнейшего научного центра в лице старейшего сибирского отделения Академии наук. Дает региону высокое преимущество для технологического развития, особенно если частный сектор будет активно участвовать в поддержке передовых исследований и внедрении наилучших технологий. Мы со стороны Ассоциации в начале 2021 года запустили новый проект «Зеленая инициатива Ассоциации Европейского Бизнеса», в рамках которой мы пока работаем по трем направлениям. Первое направление – это будущее энергетики, туда входит создание экономики водорода, туда входит работа по возобновляемости источникам энергии, энергоэффективности и многое другое. Второе направление – это управление углекислыми вибросами, это по-английски carbon management, туда входит и вся регуляторика в этой области, в том числе трансграничное углеродное регулирование, которое сейчас, как вы знаете, очень даже передовое место занимает и в политических, и в экономических бизнесовых дискуссиях. И туда входит и обсуждение наилучших технологий по capture and storage, как называется на английском. И третье направление – это, конечно, все эти процессы невозможны без привлечения новых способов финансирования, поэтому «Зеленое» финансирование – это третье направление, по которое запущен проект. И могу сказать, что по всем направлениям очень активно мы подключились к работе наших партнеров российских, наших российских стейкхолдеров, научных коллег и партнеров, в том числе мы, например, с Министерствами экономического развития активно участвовали по выработке таксономии, методологии, стандартов по «Зеленому» финансированию. Потому что мы убеждены, что это кардинально важно, чтобы эти стандарты в полном смысле позволяли России участвовать во всех международных форумах и площадках, где тоже это все происходит, чтобы минимальны были издержки для компаний, которые работают так из России в мире, так и глобальные компании, которые работают в России. В рамках этой «Зеленой» инициативы мы, конечно, очень активно работаем с регионами. Это, например, в рамках пилотных проектов, которые сейчас запускаются в разных регионах. Один из самых известных, конечно, пилотный проект по водородной экономике на Сахалине. Другие проекты – это поддержка по внедрению электротранспорта в различных регионах, которые мы тоже активно поддерживаем, так и на уровне развития инфраструктуры доступной для пользователей, так и на уровне развития местного спроса на такой вид транспорта. Мы, безусловно, готовы и с таким регионом, как вашим, который имеет такой огромный потенциал, как я раньше сказал, активно и еще более активно работать по этим направлениям в будущем. Я думаю, что сегодняшняя встреча, сегодняшняя дискуссия может стать отличным стартовым выстрелем или стартовым пунктом для такого усиления и укрепления нашего сотрудничества. И буду рад, если мы останемся на связи и продолжаем начатую сегодняшнюю работу. Желаю всем отличной дискуссии, хорошего форума, много полезных контактов. Конечно же, здоровья. И тоже надеюсь, что в ближайшем времени по-настоящему могу посетить регион и очно принимать участие в подобном формате. Спасибо. Спасибо большое, господин Тадзю. Исшилинг, и все, что вы говорили, это, безусловно, очень актуально. И это может быть направлением нашего... Сейчас мы переходим к следующему выступлению из нашей повестки. Чернушев Евгений Павлович. Внедрение принципов устойчивого развития в компании S7. То есть это не только одна из крупнейших российских компаний, но и очень радостно для нас, что это все-таки новосибирская компания. Слушаем внимательно. Добрый день, уважаемые коллеги. Если можно презентацию. Да, начну с констатации факта. По версии организации атмосферы, S7 – это самая экологичная компания России и 16-я авиакомпания в мире по экологичности. Из каких критериев это складывалось? 20% рейсов у нас выполняется на воздушных судах нового поколения. Мы стараемся выбирать более оптимальные маршруты и эшелоны полета, чтобы добиться как можно большей топливной эффективности. И мы стараемся максимизировать загрузку наших рейсов. Соответственно, выбросы СО2 на одного пассажира в данном случае уменьшаются. Здесь, конечно, нельзя не сказать, что основная задача для нас, но, наверное, и для всего бизнеса, это найти устойчивый баланс между экологичностью и экономической эффективностью, чтобы для того, что мы делаем, оно для бизнеса было эффективным. И для людей. Поэтому здесь как раз и нужен баланс. Теперь вот об этих критериях, наверное, поподробнее. Новые воздушные суда. Что дают самолеты, аэрбасы 70-20-х, так называемые NEO и Boeing 737 MAX, которые сейчас в России по некоторым причинам пока не летают. Соответственно, аэрбасы NEO летают. Расход топлива до 16% экономится. Уровень шума сокращается примерно на 75%, а выбросы оксидов азота уменьшаются на 50% по сравнению с теми воздушными судами, которые использовались до них и которые на настоящий момент составляют все-таки основу самолетов, летающих в мире. Ну и в России тоже. Второе – это создание безбумажной кабины. Мы в 2015 году запустили большой проект, что максимально перевести работу экипажа воздушных судов на безбумажные носители. То есть и у летчиков, и у бутроводников сейчас основной инструмент. Имеется в виду в подготовке к рейсу – это планшет. И как бы это, с одной стороны, не было странно, но тем не менее на каждый рейс, мы прикидывали порядка 30 листов бумаги, сейчас экономится, если перевести это на десятки тысяч рейсов. Соответственно, вот и получается, насколько это важно. Следующий – это пассажир. Был воздушное судно, экипаж, теперь пассажир. Понятно, наверное, не все мы здесь можем сделать, но тем не менее, что мы делаем? Это экономия бумаги на посадочных талонах. Опять же, как бы это ни казалось малым, но, опять же, учитывая объемы миллионы и десятки миллионов переведенных пассажиров, это в сумме получается много. Это максимальное использование неких инструментов для полета из перерабатывания материалов, в частности, вот пледы мы делаем из переработанных пластиковых бутылок, сокращаем пластика в обслуживании пассажиров в экономическом, это посуда, подголовники, ну вот и такие вот расходные материалы. Что мы внедряем прямо сейчас? Тут, опять же, некая, может быть, игра слов, то, что у нас самолеты в зеленом цвете, это вот такая программа Green Steps, мы размещаем на наших ресурсах некие образовательные программы, и человек, пройдя некое обучение вот зеленому развитию, экологичному в смысле развития, получает некие преференции от нас, это в виде бонусов на часто летающих счета. Вот, в 2019 году, после известных пожаров в Сибири, мы запустили инициативу МыСибирь, мы взяли на себя обязательство в течение трех лет высадить миллион деревьев, вроде, с одной стороны, мало, кажется, но, тем не менее, мы считаем, что если вот каждая организация сделает столько, то это будет, опять же, эффект будет большой. И основные площадки, это Новосибирская и Иркутская область, где вот мы делаем вот эти вот посадки деревьев. И на следующее, в этом году мы ее так же продолжали, но на следующий год уже вот мы, надеюсь, досадим оставшийся миллион деревьев. Да, ну и завершающий слайд, вот хотелось бы обратить внимание, что все-таки не забывать, что устойчивое развитие, это не только экология, это и все, то, что идет такой синтез всевозможных стратегий. И вот мы в качестве примера в этом году, извиняюсь, в прошлом году, запустили программу «Врачи на борту». Наша цель – это то, что наши перелеты становятся, скажем так, более защищенными для пассажиров, то есть люди, врачи, участвующие в этой программе, сейчас их около 25 тысяч, берут на себя обязанность в случае возникновения какой-то экстренной ситуации оказывать помощь пассажирам, а мы, в свою очередь, всячески стимулируем экономически этого. То есть это скидки на перелеты, дополнительные привилегии, бонусы. И сейчас уже мы можем с уверенностью утверждать, что по статистике каждый третий рейс авиакомпании летит с «Врачом» на борту, а наиболее распространенных, популярных направлениях, Новосибирск, Сочи, Новосибирск-Москва, Новосибирск-Питер, уже это превышает половину рейсов с «Врачами». Поэтому мы считаем это важным. Вот на этом, наверное, все. Спасибо за внимание и спасибо за возможность выступить. Спасибо, Евгений Павлович. В конце мы будем формулировать, еще раз напоминаю, рекомендации. Поэтому все, кто не выступает, пожалуйста, для себя на листочке фиксируйте, что можно рекомендовать. От себя могу сказать, что вот эта инициатива по высадке деревьев, например, поддержана банком ВТБ. И у него тоже есть такая акция «Посади дерево». То есть любая хорошая инициатива находит своих последователей. Врачи на борту очень интересно. Особенно, я думаю, что и сейчас, когда есть опасность все-таки ковида и последствия после ковида. И это очень хорошо, когда человек садится и знает, что у него есть дополнительная защита от авиакомпаний и тех пассажиров, которые готовы будут ему помочь. Следующая наша тематика – это то, что связано с логистикой. Пожалуйста, Сергей Александрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотел коснуться такого вопроса, как контрейлерные перевозки. Действительно, это сегодня является востребованной перевозкой, и перевозкой, которая является то, что называется «зеленой». Сегодня европейские страны вводят серьезные ужесточения для перевозки грузов автомобильным транспортом. Вы все знаете категории автомобилей евро. Сегодня евро-5, евро-6. Соответственно, ставится задача перехода на более экологическое топливо. В качестве такой альтернативы может быть именно контрейлер. Это перевозка либо полностью автомобиля с головой, либо только прицепа на железнодорожной платформе. Учитывая, что сегодня все железные дороги магистральные в Российской Федерации электрифицированы, и практически все электрифицированы в Европейском Союзе, это действительно позволяет сократить выбросы вредных веществ. Но вот эксперты дают цифру 82-84% сокращаются выбросы при такой перевозке. То есть основная перевозка переводится на именно железнодорожный транспорт. Сегодня этот вопрос очень интересен и для Российской Федерации. Мы часто приводим эту таблицу, где показываем 13 миллионов населения. Соответственно, сконцентрировав в Новосибирске контрейлерные перевозки, мы могли бы обеспечить дальнейшую доставку этих грузов уже автомобильным транспортом до соседних регионов. Ну вот наша развитая достаточно сеть, которая позволяет это сделать. Хотел бы сказать, значит, тут специально закрашена компания, которая этим занималась. У нас опыт такой есть в Новосибирске. Впервые в 2019 году была осуществлена первая официальная контрейлерная перевозка в России. То есть в 2010 году РЖД проводил эксперимент неофициально, почти нелегально. Первая легальная официальная Новосибирск-Москва, конкретно станция Клещиха-Орехово-Зуева. Сейчас уже РЖД ставит этот маршрут, как что называется, на поток с отправкой каждую неделю в одном и в другом направлении. Ну вот тоже, чтобы было понятно вот эту технологию. Есть задача развития в целом сети. Это пилотный проект, он будет больше охватывать городов. Сегодня вот планируется такое интермодальное грузовое сообщение, то есть автомобильно-железнодорожное. Но вы видите, Новосибирск вот в этот перечень попал. Мы в 2020 году вместе с Агентством инвестиционного развития получили предложение от австрийских компаний, это достаточно крупные австрийские компании, даже скажем не так, европейские компании, в том числе занимающиеся контролерными перевозками. Их интересовало сотрудничество с новосибирскими компаниями, которые могли бы вот это обеспечить, причем в обход Москвы. Вот то, что сегодня Тадзио Шилин сказал, что все концентрируется на Москву. То есть сегодня есть понимание, что надо Москву как можно быстрее обойти, потому что логистика выстроена так, сначала привезли в Москву, разгрузили, потом погрузили на Новосибирск и так далее. Более того, это и федеральная сегодня задача, которая ставится, что нужно регионам выходить, в том числе в страны ЕС, минуя Москву. Поэтому вот такая вещь, она была бы интересна, она была бы европейским компаниям интересна, потому что в Европе существенные государственные субсидии компаниям, которые занимаются зелеными перевозками, в том числе контроллерами. Там очень хорошие субсидии на контроллерные перевозки идут. Но понятно, был 2023 год, они хотели сюда прилететь, мы там маленько, это чуть-чуть, может быть и не до того было. Я думаю, мы возобновим этот вопрос, и я думаю, что мы найдем точки взаимоинтересные и нашим компаниям совместно как раз-таки с Агентством институционного развития. Ну и то, что у нас еще есть очень интересный проект, это доставка на Якутию контроллерами. То есть здесь не только зеленые технологии, здесь еще и то, что, должны честно сказать, что сеть наших автомобильных дорог на Восток, она сегодня не очень хорошая, поэтому компании заинтересованы в том, чтобы дойти как можно дальше, этот томод по железной дороге, а там, ну это, в основном, красные зимники, работающие зимой, да, то есть доставка уже непосредственно до Якутска. И еще один момент, касающийся зеленых технологий, вот уже даже опробуя то, что есть, мы увидели, что очень большой объем идет в контроллерных перевозках, идет рефрижераторных грузов. Сегодня они все работают в основном на дизеле, либо на собственном дизеле, либо на дизеле от автомобиля. Вырабатывая электричество. При перевозке на платформе железнодорожной, сегодня есть возможность подключиться к этой платформе и, собственно говоря, отключить двигатель дизельный, да, и ехать на электричестве. То есть это еще один элемент сокращения вот этих вредных выбросов по вот этим специфическим перевозкам. Спасибо. Спасибо, Сергей Анатольевич. А если говорить вот о международных перевозках на Восток, это может быть интересно? Да, это может быть интересно. Менее, правда, развита сегодня инфраструктура Китая, чем ЕС, но они тоже сейчас начинают это внедрять, поэтому на Восток это тоже будет интересно. Спасибо. Следующие два выступления у нас, можно сказать, конкурирующие, а я бы все-таки поставила вопрос как взаимодополняющие. Поэтому хотелось бы обсудить и то, и другое, потому что все-таки и общественный транспорт, и личный транспорт, повторяю, одни из важнейших загрязнителей окружающей среды. Следующее выступление у нас представителя от дочки Газпрома, Кондратенко Сергей Евгеньевич, зеленый транспорт, природный газ как альтернатива традиционному топливу. Спасибо, Ольга Витальевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Сразу хотелось бы ответить, что пусть цветут все цветы. Мы считаем, что конкуренции между электротранспортом, транспортом на метане, транспортом на водороде не будет. Будет сегментация по потребительским сегментам. Об этом чуть подробнее позже скажу. Хотелось бы заострить внимание на двух принципиальных моментах, перед тем, как мы перейдем к слайдам. Две хорошие новости для Новосибирской области. Вчера мы завершили большую аналитическую работу и презентовали рейтинг регионов по уровню развития газомоторного топлива. И приятно констатировать, что Новосибирская область вошла в топ-10 самых развитых газомоторных регионов, регионов-лидеров. Это единственный регион из Сибирского федерального округа, который вошел в топ-10. Мы надеемся, что Новосибирская область здесь выступит локомотивом. Вторая приятная новость состоит в том, что мы сейчас активно в компании формируем инвестиционную программу на следующий год. Метановые заправки, которые мы будем строить в России, в регионах России в следующем году. И мы сейчас приняли решение, что в следующем году мы введем в эксплуатацию до шести новых метановых заправок на территории Новосибирской области. Мы это делаем в сотрудничестве с агентством инвестиционного развития Новосибирской области. Хотелось бы выразить благодарность агентству и лично Александру Сергеевичу. Мы подписали на экономическом форуме Петербургском соглашение о сотрудничестве и сейчас активно его реализуем. Хотелось бы слайды, если можно поставить. Это общая информация о компании. Совершенно верно вы отметили, наша компания создана ПАО «Газпром» с целью систематического развития рынка газомоторного топлива в Российской Федерации. Мы строим и эксплуатируем новые газозаправочные станции. Мы взаимодействуем с крупнейшими автопроизводителями, имеем собственную сеть пунктов по переоборудованию транспорта, партнерскую сеть, постоянную наращиваем. Мы взаимодействуем с региональными и федеральными органами власти по созданию благоприятных условий для перевода транспорта на метан в регионах России. Но хотелось бы остановиться немного на экологической повестке. Общеизвестно, что один из ключевых вызовов 21 века, который стоит перед человечеством, это загрязнение атмосферы, загрязнение атмосферного воздуха. Из-за ежегодно растущих выбросов парниковых газов средняя глобальная температура Земли увеличивается на 1,2 градуса. Эта тенденция ухудшается, и уже сейчас человечество является свидетелем экстремальных погодных явлений в каждом регионе Земли, на каждом континенте, которые, по оценкам экспертов, обусловлены увеличением выбросов парниковых газов. Этот вопрос дискуссионный, но не подвергается сомнению тот факт, что загрязнение воздуха разрушительно сказывается на здоровье человека. По расчетам Greenpeace, выбросы загрязняющих веществ от использования моторного топлива в 2018 году привели к 4,5 миллионов случаев преждевременной смерти и 1,8 миллиарда больничных дней. Суммарные экономические издержки от выбросов составили 2,9 триллиона долларов, что эквивалентно почти 3,3% мирового ВВП. То есть это колоссальные, колоссальные издержки и потери. И решающую роль здесь имеют, к сожалению, города. Современные города потребляют 80% мировой энергии, производят порядка 60% загрязняющих веществ. И как ни печально, основная доля загрязнения городского воздуха приходится именно на транспорт. По различным оценкам до 70-72% это именно транспорт. Всемирная организация здравоохранения выделяет 4 загрязнителя или основных полютанта, которые представляют наиболее существенный риск для здоровья человека. Это твердые взвешенные частицы, оксид азота, озон и оксид серы. Именно эти вещества повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, рака органов дыхательных путей. И наибольшую опасность для здоровья человека представляют собой твердые взвешенные частицы. И существенное значение, существенную роль в выбросе твердых взвешенных частиц имеет именно общественный транспорт. Это автобусы, это дорожно-коммунальная техника, это большие машины, работающие на дизельном топливе. Мы считаем, мы убеждены, что метан, природный газ, которым богата Россия, является уже хорошо зарекомендовавшей себя альтернативой бензину и дизелю. При использовании метана удельные выбросы парниковых газов снижаются в 1,7 раза по сравнению с дизельным топливом, в 2 раза по сравнению с бензином, с учетом всего жизненного цикла топлива. Здесь важно понимать, что оценивается вся цепочка от добычи, транспортировки, производства, транспортировки и конечного потребителя. Метан в виде компримированного природного газа, КПГ, он ведь производится прямо в точке сбыта. По сути дела АГНКС, автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, это мини-завод, который производит топливо прямо в точке реализации конечному потребителю. За последние 5 лет потребление метана в качестве моторного топлива увеличилось почти в 2 раза. По итогам 2020 года достигло 1,1 миллиарда кубов, что позволило сократить выбросы по нашим расчетам на 7,27 миллиона тонн в СО2-эквиваленте и снизить выбросы из основных полютантов на 119 тысяч тонн за эти 5 лет, за новичный период. Очень важным качеством метана является его экономичность. Это хорошо известно автомобилистам, многим автомобилистам, которые попробовали метан. Здесь представлена динамика цен на топливо, и в самом низу синие линии отмечен компримированный природный газ, чуть выше сжиженный углеводородный газ, пропан-бутан, суги, которые часто принимают за метан, смешивают эти категории, хотя, по сути дела, это абсолютно разные, принципиально разные продукты. Ну и что происходит с ценами на дизельное, топливо и бензин, все прекрасно и так знают, бывая на заправочных станциях. Мы провели расчеты для Санкт-Петербурга. Я бы хотел показать этот кейс. На наш взгляд, он очень показательный. Недавно губернатор Беглов на совещании у президента Путина анонсировал перевод всего общественного транспорта Петербурга на метан. В следующем году, в апреле, на линию должны выйти 2800 автобусов большой и особо большой вместимости на метане, на компримированном газе, сжиженном природном газе. И мы рассчитали, какой эффект это принесет городу. Да, мы постарались применить различные верифицированные методики. Посчитали не просто выбросы загрязняющих веществ 20 тысяч тонн. Этот показатель, он абстрактный, он особо ни о чем не говорит для обывателя. А когда мы это пересчитываем, например, в человеческой жизни, 100 человек в год, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких, которые вызваны именно выбросами твердых взвешенных частиц с общественным транспортом, это становится намного более очевидно. Да, рассчитали также сокращение расходов фонда ОМС на лечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхательных путей. 156 миллионов рублей в год для Петербурга, для фонда ОМС. Это цифра весьма внушительная. Ну и последний показатель, 5,6 миллиардов в год, это недополученный объем услуг и продукции в валовом региональном продукте из-за преждевременной смерти горожан. В России это не самый частый показатель, не самый популярный, но в Европе его постоянно используют. То есть человек, умирая, как бы это цинично ни звучало, недоприносит определенный валовый региональный продукт за те годы, которые он мог бы еще жить. И мы посчитали, по европейским методикам, оценили в масштабе Санкт-Петербурга 5,6 миллиардов рублей в год. Рейтинг регионов России, который мы вчера широко презентовали, направили на глав всех регионов Российской Федерации. Вот красная линия обозначена субъектой Сибирского федерального округа. Приятное зеленое место занимает Новосибирская область, десятое место в общем федеральном округе. А справа обозначены основные показатели регионов Сибирского федерального округа, характеризующие состояние рынка газомоторного топлива. Это количество, объем потребления метана в качестве топлива. Вы видите, что Новосибирская область, Кемеровская область, Томская область здесь фавориты. Количество станций, количество метановых заправок и количество автомобильного транспорта. Лидером нашего рейтинга стала Ростовская область. На втором месте Татарстан. И если юг России – это такой традиционный метановый край, в тех регионах очень давно развивается эта тема, то Татарстан буквально за последние несколько лет, за пять лет, выбился в лидеры, создал обширную инфраструктуру. И мы пришли к одному из выводов в рамках этой работы, которая состоит в том, что в каждом федеральном округе присутствует локомотив, который задает определенные тренды для всего федерального округа. На востоке – это Сахалинская область, на северо-западе – Петербург, на Волге – Татарстан, на юге – Ростов. А в сибирском федеральном округе мы, безусловно, видим Новосибирск, Новосибирскую область. И одна из целей рейтинга была еще и в том, чтобы обобщить те меры, проанализировать эффективность мер региональной поддержки по стимулированию рынка, потому что в каждом субъекте есть определенные механизмы, рычаги стимулирования, перехода потребителя на метан. Мы все обобщили, мы посмотрели их эффективность и предлагаем их субъектам как руководство к действиям. Ну и последний слайд, чтобы не отнимать общее время. Это действующая инфраструктура на территории Сибирского федерального округа. Наши заправки обозначены зеленым цветом, серым цветом обозначены независимые операторы. Амбициозная инвестиционная программа у нас ожидается на следующий год. В этом году мы точно введем, должны ввести станцию в Новосибирске, на Богдана Хмельницкого, станцию в Омске. Занимаемся реконструкцией станции в Братске, Иркутской области. Ну и на наш взгляд, дальнейшее развитие газомоторного рынка, дальнейшее развитие, расширение потребления метана в качестве топлива – это общее дело. Это дело и «Газпрома», безусловно, и региональных властей. Потому что чем активнее позиция региональных властей, тем заметнее результаты, безусловно. Ну и потребителей, которых мы стараемся информировать, убеждать в том, что метан – это хорошая альтернатива традиционным нефтяным видам топлива. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. И вот следующий представитель Новосибирско-энергосбыта тоже показывает, как компания в рамках своей диверсификации способна улучшать экологическую ситуацию в Новосибирской области. Витковский Андрей Петрович «Зеленая энергия. Перспективы развития сети электрозаправочных станций в Сибири». Кто бы мог подумать еще каких-то 10 лет назад, что у нас Новосибирско-энергосбыт будет заниматься строительством заправочных станций для электромобилей. Добрый день. Благодарю вас за внимание к нашей теме. Меня зовут Витковский Андрей, Новосибирско-энергосбыт. Итак, действительно, 1 ноября 2019 года наша компания установила первую электрозаправочную станцию в городе Новосибирске. По сути, к этой деятельности мы пришли, развивая всевозможные источники зеленой энергии, возобновляемые источники, заправочные станции. И флагманским проектом было размещение зарядной станции возле офиса по адресу Роженикидзе, 32. Это самая мощная зарядная станция, которая находится в коммерческой эксплуатации на территории Западной Сибири. Это 50 кВт постоянного тока. Увидев поддержку и востребованность... Увидев поддержку и востребованность у электрокомобилистов, которые присутствовали в нашем городе уже на тот момент, мы пришли к выводу, что в городе необходимо создать не просто одну или несколько зарядных станций, а сеть зарядных станций, которая бы удовлетворяла потребности в любой точке города и далее не только города, но и области, чтобы человек, приобретая электроавтомобиль или решаясь на этот шаг, чувствовал себя комфортно и полноценным участником дорожного движения, чтобы он был уверен, что он может заправить свой электромобиль, находясь как в северной части нашего города, так и в южной части нашей области. И таким образом... Я пройду несколько цифр сейчас и перейду все-таки непосредственно к карте размещения. Таким образом, наша сеть стала размещаться как в городе Болотном на севере, это точка, которая находится равноудаленно от Кемерово, Томска и Новосибирска, является стратегической для того, чтобы осуществлять межрегиональные и междугородние поездки. Так и в Искитиме это направление, необходимое для того, чтобы владелец электромобиля мог доехать до дач, расположенных в южном направлении, до Караканского обора и, самое главное, вернуться обратно. Это город Бердск, который позволяет, в принципе, жителям города Бердска использовать электромобиль в черте Бердска, в том числе доезжая до Академгородка и до центра Новосибирска, с комфортом, не переживая о том, что он где-то посреди дороги останется без зарядки. Ну и, безусловно, левый и правый берег. У нас стоит задача разместить станции и в Наукограде Кольцово, в поселке Краснообск и в прочих небольших муниципальных образованиях, которые находятся на территории Новосибирской области. Учитывая, что в последнее время к нам обращаются коллеги и из других регионов, то я полагаю, что мы транслируем свой опыт и на соседние регионы. Но, как я уже сказал, областные заправки у нас имеют популярность и зимой, и летом. Особенно, конечно, летом, когда есть туристический сезон и нагрузка на электромобили происходит чуть меньше с точки зрения расхода электроэнергии, востребований становится больше. Больше людей осмеливается съездить в область, больше людей осмелится попробовать на электроэнергии посетить соседние города. У нас есть общение с электромобилистами, которые присылают нам фотографии с Кемеровской, простите, Томской описаница, да? Правильно называется? И из Кемерово, из Томска, доезжая, хвастая, что да, они съездили, да, они зарядились, и они возвращаются обратно. Но также у нас есть не самая удачная статистика размещения электрозаправочных станций в соседних городах. Как я уже показал, в Новосибирске было открыто 29 заправочных станций. И буквально сегодня мне, во время нашего заседания, прислали информацию о том, что в данный момент делается 30-я станция, начали делать фундамент в Академгородке на улице Русской. Я думаю, что до конца этого месяца мы откроем 30-ю юбилейную станцию. Но при этом в соседних городах Омск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк и Ленинск-Кузнецк состояние по количеству зарядных станций оставляет желать лучшего. Ну или можно сказать по-другому. У этих городов очень большой потенциал для развития электрозаправочных станций, потому что общее количество этих станций меньше, чем количество установленных в Новосибирске. Мы желаем нашим соседям, во-первых, смелость в развитии этого направления, во-вторых, готовы помочь в том, чтобы они наш опыт транслировали на свой регион. И надеемся, что возникновение зарядных станций в соседних регионах позволит объединить электроавтомобилистов, которые смогут смело передвигаться между городами. Если коротко говорить о станциях, то мы станции размещаем различного типа. Это станции так называемые медленные для долгой зарядки. Но их так назвали просто потому, что автомобили медленные. На самом деле станции по мощности соответствуют тем, что называются и быстрые. Есть и быстрые станции, а также есть станции для размещения в местах постоянного пребывания, то есть где-то на работе, либо в жилых кварталах. По сути, где бы человек ни оказался, чем бы он ни был занят, едет он в магазин, приехал он домой, едет он на работу или просто ехал по пути в гости, он может найти тот тип зарядной станции, который ему необходим, и зарядить свой электроавтомобиль. Если раньше люди, выбирая электромобиль, думали, где он его будет заряжать, то сейчас они думают, какой электромобиль они купят. Также в зеленую повестку Новосибирска мы бы хотели добавить, я считаю, беспрецедентный пример и пригласить каждого владеющего электроавтомобилем горожанина воспользоваться возможностью получить зеленую, чистую зеленую энергию. У нас возле офиса размещена солнечная электростанция, и рядом с офисом размещен трекер, который передвигается за солнцем и вырабатывает электроэнергию. При помощи соединительных схем эта выработанная электроэнергия направляется в заправочную станцию, и та энергия, которая заряжает автомобили возле нашего офиса, в некоторой степени является абсолютно зеленой. Это очень хороший пример для крупных компаний, каким образом можно, не затрачивая больших средств и совершенно не принося убытки своей компании, сделать вклад в зеленую повестку города. Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей Петрович. Я думаю, что для Сибири зеленые технологии тоже актуальны, и количество горожан, которые покупают не только гибриды, но и чистые электромобили, оно растет. И если учесть, что сегодня у нас заложили, начали строительство скифа, а это предполагает приток большого количества молодых ученых, в том числе зарубежных, то вот такие наши начинания могут иметь большое значение. Да, Александр Сергеевич? Я думаю, что у нас есть предложение, о том, что это будет пищевая и перерабатывающая промышленность. Калтыгин Антон Юрьевич. Принципы зеленой экономики, реализуемые компанией Coca-Cola. Это тот европейский высокий опыт, о котором нам говорил Тадзио Шиллинг, и мы рады его послушать. Большое спасибо Ассоциации Европейского бизнеса, Агентству институционного развития за приглашение. Но не то чтобы... А у меня нет презентации, поэтому мне не нужен. Я буду просто рассказывать. Не то чтобы мы тут такие пришли, Coca-Cola, и вот что-то будем сейчас вещать. На самом деле наш завод здесь находится уже почти 25 лет. Мы давно, и мы развивались, по сути, вместе с сибирским бизнесом. Я даже буду говорить не столько про экологию и про принципы зеленой экономики, сколько про менеджмент. Поскольку у меня вопрос, который значится в повестке моей, это то, как мы склоняем, не хочу сказать, принуждаем к добру наших поставщиков следовать принципам зеленой экономики, в том числе и в России. Но прежде я бы хотел пояснить, как вообще в принципе в международной компании все это реализуется, потому что это единый взаимосвязанный комплекс. В принципе зеленой экономики у нас заложены в цели устойчивого развития, которые компания приняла в 2018 году. Они включают и сокращение выбросов СО2, сохранение водных ресурсов, уменьшение промышленных и бытовых отходов, то есть в том числе в рамках расширенной ответственности производителя, сокращение отходов упаковки и так далее, и так далее. Ну и там в соответствии с целями устойчивого развития ООН есть еще и социальные, в том числе гендерное равенство, по которому мы, кажется, уже все нормативы перевыполнили. Мне кажется, у нас в менеджменте женщин гораздо больше, чем мужчин. Что происходит дальше, точнее происходило, после того, как мы эти цели устойчивого развития приняли, как это происходит в транснациональных компаниях? Разрабатывается стратегия. То есть они оцифрованы. К 30-му году, допустим, мы должны перерабатывать 100% эквивалента, выпущенные на рынок упаковки. К 25-му году мы должны снизить выбросы СО2 на 30%. Эти цели распределяются по регионам, по странам в соответствии с объемами выпуска. И строится некий погодовой план, каким образом мы их будем достигать. Не то, что мы к 30-му году раз и будем все перерабатывать. Нет, в этом году мы должны столько, в этом столько, в следующем столько. И дальше это все каскадируется уже на предприятии. Другими словами, у директора завода в Новосибирске есть в планах выполнение производственного плана и сокращение объема используемой воды на единицу продукции на какой-то процент в этом году. И это равнозначные по весу для него цели. И более того, если за производственный план он будет отвечать перед своим руководством, то проверять цели устойчивого развития поедет внешний аудит, которому не расскажешь какой-то ерунды. Примерно так же происходит и с поставщиками. Цели устойчивого развития не существуют в виде отдельного направления, хотя тоже есть, конечно, люди, которые только этим занимаются, которые отслеживают, смотрят адекватности и так далее. Они включаются, имплементируются во всю рутину. То есть во все документы, буквально в должностные инструкции, в технологические инструкции, в те документы, которые подписывают сотрудники, в технологические карты и в документы, которые подписывают поставщики. И здесь есть три уровня. Во-первых, все поставщики подписывают документ, который называется руководство по работе с поставщиками, Supplier Guidance Principles, хотя на самом деле правильнее перевести это руководство для поставщиков по работе с компанией Coca-Cola, где некий уже установлен минимум, так сказать, в том числе и по соблюдению экологического законодательства. Каждый, абсолютно каждый поставщик, чтобы заключить договор с компанией Coca-Cola, подписывает в том числе этот документ и обязуется в том числе допустить, если такое понадобится, аудиторскую проверку, чтобы проверить соответствие того, под чем он подписался, с тем, что он делает на самом деле. Это некий абсолютный минимум. У нас просто даже в системе невозможно завести договор в ERP-систему, чтобы заплатить деньги, если поставщик этот документ не подписал. Дальше мы выделяем отдельные группы ключевых поставщиков. Например, поставщики сельскохозяйственной продукции. В нашем случае это фрукты, овощи, сырье на основе фруктов и овощей для производства соков, сахар, в том числе мы покупаем много сахара, кофе и некоторые другие ингредиенты. Для сельскохозяйственных поставщиков разработаны головной компанией Coca-Cola отдельные принципы устойчивого сельскохозяйственного развития. Они включают уже гораздо больше компонентов. Это, во-первых, опять же, и контроль и уменьшение выбросов CO2, и вода, сохранение, предупреждение эрозии почвы, сохранение биоразнообразия и многое-многое другое. Там их уже порядка по сравнению с самым минимальным набором, по-моему, около 20 показателей. Плюс, опять же, там различные социальные вещи содержатся, в том числе недопущение, справедливая плата труда и так далее. И у нас, надо сказать, что достаточно активно мы вовлекаем в эту работу и поставщиков на территории Российской Федерации. По итогам 2020 года у нас 44% поставленного объема ключевых категорий сырья соответствовал этим принципам. То есть, российские поставщики, это, ну, надо понимать, что это, конечно, не Новосибирская область, это в основном юг России, Астрахань – это томаты, основа для томатного сока, и Ростовская область, Краснодарский край – это яблоки, основа для яблочного сока. Это вот те вещи, которые можно приобрести в Российской Федерации для производства сока. Там крупные поставщики, и они подписывают соответствие этим принципам. В 2020 году 100% сахара, который был куплен Российской Федерации, тоже соответствовал принципам устойчивого сельскохозяйственного развития. Ну, здесь, наверное, для поставщиков сахара это проще, потому что надо понимать, что, по-моему, пять из шести крупнейших, будьте здоровы, поставщиков сахара в России – это компании с иностранным капиталом, и они точно так же как бы подпадают под европейское регулирование. И еще у нас есть так называемые стратегические поставщики. Это поставщики, во-первых, ингредиентов, которые непосредственно, так сказать, участвуют в процессе производства напитков, и поставщики, которые превышают, как бы, определенную, ну, поставляют достаточно большой объем сырья и материалов, то есть, ну, просто определенный лимит суммы, так сказать, переходят в рамках годового контракта. Здесь мы в тендер включаем, это вот к тому, что говорил Шилинг, это от Атаза сделал Шилинг о том, что необходимо включать принципы устойчивого развития в закупке, требовать соответствия поставщиков принципам устойчивого развития. Мы это довольно давно уже делаем. Они проходят, вот эти вот ключевые стратегические поставщики проходят оценку соответствия принципам устойчивого развития на внешней платформе Эковадис, это такая крупнейшая платформа оценки устойчивого развития, то есть, опять же, тестируются на соответствие принципам устойчивого развития независимой стороной, только после этого они могут участвовать в большом тендере. По этой теме я сказал, наверное, все. У меня еще одно есть, так сказать, даже сообщение, предложение, это тоже достаточно новая тема. В этом году компания, наша компания в России начала, в прошлом году, в этом году продолжила развитие в рамках альянс фотостюартшип. Это альянс, так сказать, альянс, направленный на устойчивое водопользование. Это достаточно новая инициатива, в том числе в мире, в России наш завод первый, ой, в России, прошу прощения, в Сибири наш завод первый, который сертифицировался, прошел первую часть сертификации на соответствие стандарту альянс фотостюартшип. Еще есть два, наш и завод Филипп Моррис в Санкт-Петербурге. Этот стандарт, в отличие, он требует не просто применения технологий, сохраняющих водные ресурсы на своем предприятии, но от компании, которая его придерживается, требует активного вовлечения местного сообщества для целостного понимания того, как используется водный ресурс региона. Начиная с поставщиков воды, в нашем случае это водоканал промышленных, как промышленным предприятиям, так и пользователям крупнейших потребителей воды, ну допустим, это в нашем случае производство напитков, производство пива, вот те компании, которые активно используют воду. Это органы государственной власти, Министерство природных ресурсов, надзорные органы Верхнеопска и БВУ, которые, собственно, располагают информацию о том, что происходит с водными ресурсами. И сама инициатива на первом этапе состоит в том, чтобы собраться, посмотреть на этот вопрос с разных сторон и попытаться предвидеть какие-то негативные последствия с тем, чтобы заблаговременно их предотвратить. И вот сегодня наше предложение, наверное, будет в Министерстве природных ресурсов до конца года такое небольшое собрание организовать. Надеюсь, ковидная ситуация нам позволит, и мы соберемся также очно. Зум очень надоел. Большое спасибо. Так, время нас поджимает, поэтому прямо сокращаемся максимально. Зеленые технологии по ходу компании Пепсика. Костиков Александр Михайлович. Он должен быть включен онлайн. Так, есть у нас возможность такая? Отлично сработало. Слушаем внимательно. Я сюда вижу на экране, не знаю, слышите ли вы меня. Я надеюсь, что слышите. Слышим. Отлично. Да, как сказал Антон, действительно, зум, конечно, поднадоел, но и очень хочется в Новосибирск, но 4,5 часа лету, это немножко пока сложно. Тем не менее, очень признательно за приглашение выступить на форуме. Мы тоже, Пепсика, потихонечку становимся сибиряками, потому что у нас сейчас очень крупный проект инвестиционный в Новосибирской области, стоимостью более 12 миллиардов. Это строительство завода по выпуску снеков, по выпуску картофельных чипсов. Вот на этой неделе мы объявили о том, что в пусконалодочном режиме уже запустили агросклад. То есть регион нам становится очень близок, и, конечно, признательно и агентству инвестиционного развития, и руководству области за то, что созданы все условия для того, чтобы мы инвестировали и приходили. И, кстати, вот раскрою такой небольшой секрет, чуть забегая вперед. Когда анализировали, где мы будем делать предприятия, конечно, наличие АИР и работа АИР и политика губернатора области – это огромная аргументация. Но, кроме того, мы анализировали с точки зрения логистики, с точки зрения углеродного следа, в эмиссии СО2. Вот если мы разместим в том или ином регионе, где она будет самой низкой. И именно Новосибирск, за счет того, что это такой промышленно-логистический хаб, мы понимаем, что здесь наш завод и вся наша деятельность будет оказывать наименьшее воздействие на окружающую среду. То есть мы смотрим на все это в комплексе. Вообще вот комплексность подхода – это именно то, что отличает, я думаю, и Пепсика, и наших уважаемых коллег по рынку прохладительных напитков. Сейчас зеленые технологии стали немного такой хайповой темой. И это, наверное, хорошо, потому что лет 15 назад никто на это не обращал внимания. Ресурсы безбрежные, воздуха много, воды много, ресурсов много. Зачем думать об экологии? Сейчас, наоборот, все повернулось, все об этом думают. Иногда это становится таким хайпом, то есть какие-то ветряки и так далее, такие разовые акции. Все равно это очень здорово, что это уже есть в сознании. Для крупных компаний важен именно комплексный подход, то есть мы любим такое слово, как устойчивое развитие, которое включает в себя все. В случае Пепсика мы хотим ни много ни мало как-то поменять то, как в мире производятся, распространяются, продаются, употребляются продукты питания и как утилизируется тот шлейф, тот хвост, который образуется при их производстве и потреблении. И уже в рамках этого формируется наша политика устойчивого развития. Говорить об этом можно часами, поэтому я просто адресую тех, кому это интересно, наш глобальный сайт. Там все это очень детально разобрано со всеми нашими обязательствами и KPI. Небольшой фокус на промышленной части, у нас форум Технопром, как мы внедряем это на производстве. Первое, с чего начинается, это дизайн самого нашего производства. У нас более 20 заводов в России, они самые разные, то есть по-разному они к нам пришли. Какие-то, например, мы приобретали, когда частью компании стал Вимбельдан. В свою очередь, эти заводы Вимбельдан тоже у кого-то покупал. Они уже спроектированы достаточно давно, поэтому много надо инвестировать, чтобы их привести к сегодняшним требованиям. В то же время, те заводы, которые мы строим с нуля, они изначально проектируются как максимально зеленое предприятие. У нас есть уже действующий завод в Ростовской области по чипсам в Азове. Он имеет сертификат ЛИД, Leadership in Environmental Design. То есть там все технологии, которые на тот момент существовали, они внедрены. Не знаю, как в Тесле. Рекуперация тепла, которая используется, тепла много выделяется при производстве, оно рекуперируется и используется для обогрева помещений. Дождевая вода собирается в специальных резервуарах, очищается и используется для полива газонов и так далее. Наш Новосибирский завод, он тоже будет уже таким современным и спланированным с точки зрения экологии. Очень важный момент – это сырьевая база. Опять же, мы смотрим широко, как, кем выращивается сырье для наших предприятий. Потому что мы крупнейший в стране потребитель, индустриальный потребитель картофеля – более полумиллиона тонн в год. Крупнейший потребитель сырого молока – более полутора миллионов тонн. И наше обязательство – это приобретать все сырье из ответственных источников. Ответственные в данном случае – это не просто какие-то громкие слова, а опять же, четкий набор критериев, по которым мы поставщика оценим, в том числе это экологические. Как он обращается с водными ресурсами, с земельными ресурсами, какое идет обращение с отходами. И в России все поставщики картофеля у нас прошли аудит и являются поставщиками, использующими ответственные принципы. И, конечно, важный момент – это обращение с отходами. Не секрет, что любое промышленное предприятие производит много отходов, и с ними надо что-то делать. Вчера как раз мы делали репортаж для телевидения о профессиях будущих, в частности о профессии технолога по рециклингу, по ресайклингу. То есть раньше, как было, есть какие-то отходы, заключается договор, они вывозятся на полигон. Это такая стратегия минус-минус. Первый минус в том, что множится количество отходов на полигоне, это вредно для окружающей среды. И второй очевидный минус – это то, что предприятие еще из своего кармана доплачивает за вывоз, утилизацию, складирование этих отходов. И мы меняем это на плюс-плюс. То есть мы смотрим, как можно рециклировать или даже апциклировать те отходы, которые образуются в производстве. Например, гофрокартон полностью перерабатывается в гофрокартон, полиэтиленовая пленка полностью перерабатывается и так далее. Все отходы можно переработать. И можно, наоборот, второй плюс – получить деньги, продав их тем, кому они нужны. Ну, я не буду, наверное, есть хлеб наших коллег, которые тоже выступают на данной конференции, коллеги СИП-Биогаз, с которыми мы тесно работаем. И они предложили очень много интересных решений с точки зрения выработки биогаза, с точки зрения переработки таких околопищевых хвостов в комбикорма и так далее. Они расскажут об этом в своей секции. То есть как мы стремимся перейти на эту систему плюс-плюс, чтобы предприятия были практически безотходными. И сейчас наш рейт по переработке, он по разным предприятиям разнится. Это 85-95%. И, конечно, очень важный для нас момент – это выхлоп углекислоты, СО2. Наш европейский лидер Сильвий Попович на питерском форуме сказал такую фразу, ее подхватили журналисты, что вакцину от коронавируса человечество разработало очень быстро, но вот вакцины от изменения климата не существует. Тут все зависит от наших действий. И компания PepsiCo приняла на себя очень серьезные обязательства. К 2030 году мы взяли на себя обязательство на 40% снизить выхлоп СО2 по всей нашей производственной цепочке. То есть, опять же, смотрим от сырья до наших партнеров в логистике, в доставке, в ритейле, в холодильное оборудование и так далее. И к 40-му году мы приняли на себя очень амбициозное обязательство стать полностью углеродно-нейтральной компании, то есть на 10 лет раньше, чем это предусмотрено Парижским соглашением. Не знаю, как у нас по времени, наверное, совсем все поджимает, да, 8 минут прошло, да, 8 минут. Если позволите, несколько слов об упаковке. Если мы совсем уже горим по времени, то буду раскланиваться. Одна минута. Одна минута, тогда, да, еще раз просто вернусь к тому, что мы смотрим на все это системно. Это должна быть полная система и, естественно, мы готовы активно вовлекаться и делиться своим опытом и совместно с руководством области помогать разрабатывать наиболее оптимальное совершенствование системы обращения с отходами, вместе думать о том, как развивать инфраструктуру раздельного сбора, потому что это наша земля, это наше будущее, сбежать нам некуда. И нам вместе нужно строить зеленую планету для наших детей, там, где мы будем жить. Большое спасибо за приглашение. Спасибо, Александр Михайлович. Передаем слово Сиббиогазу. Большая просьба к Артему Валерьевичу очень кратко. Хорошо, спасибо большое, Ольга Витальевна, за предоставленное слово. Я действительно постараюсь очень быстро все рассказать, несмотря на то, что, конечно, повестка снижения выбросов и вообще экономии выбросов парниковых газов, декарбонизация экономики, переход к зеленому циклу, это такие обширные темы, на которые, ну, лично я могу разговаривать очень долго и очень эмоционально и так далее. Я очень люблю эту тему. Вот, значит, я тогда не буду останавливаться на этом так очень подробно, потому что времени действительно нет. Расскажу тогда уже конкретику по... Очень кратко добавлю, все выступления, слайды будут размещены не только на сайте Технопрома, но и на сайте АИРа и в наших аккаунтах в социальных сетях, поэтому вот об этом можно не переживать. Ну, поскольку у нас круглый стол называется «Диалог российского международного бизнеса в качестве применения зеленых технологий для Сибири», ну, в общем-то, здесь как раз у нас и получилось такое интересное сотрудничество между маленькой микрокомпанией «Сибиогаз» и большим огромным холдингом «Пепсико» в части переработки органической части отходов молочного завода. Мы построили площадку, на которой мы перерабатываем эти отходы, получаем из них «Биогаз» и «Эфлюент», который можно будет дальше использовать там по назначению в разных, так сказать, применениях. Вот, и в связи с этим получилось возможным сократить и количество отходов, которые раньше отправлялись там на захоронение из производства, вот, и сократить количество выбросов парниковых газов, с этим связанным по оценкам на 16%, ну, то есть по оценкам компании. Вот, но это только той части, которая связана вот с органическими отходами, размещаемыми там дальше на полигоне. Вот, я, в принципе, наверное, не буду тут долго растекаться, потому что действительно времени нет. Я хотел бы предложить вот коллегам по альтернативному топливу в качестве применения КПГ, да, то есть у нас есть тоже «Биогаз», и это, по сути дела, аналог природного газа, и вот было бы, конечно, интересно, я думаю, что наши мощности позволили бы заправлять там примерно 5 легковых машин в сутки. Это, конечно, очень немного, но как вот показательная такая вот история, может быть, давайте подумаем, как это можно было бы сделать. Вот, и, может быть, с таким же предложением я бы обратился бы к Новосибирскому энергосбыту, вы вот очень так хорошо и активно прорекламировали зеленую энергию, которую вы получаете и заправляете ей на свои электромобили. То есть, в принципе, с этой точки зрения биогаз тоже может быть использован как зеленое топливо для генераторов. То есть, можно в районе там рабочего поселка Краснообска подумать над тем, чтобы поставить такую вот одну какую-то зарядную станцию, которая будет работать на биогазе. Я думаю, что мы сможем это потянуть. Ну, на этом, наверное... Спасибо, Артем Валерьевич, это интересное предложение. Я думаю, что мы с коллегами можем вместе с Аиром рассмотреть, насколько это может быть применимо для Новосибирской области. Если учесть, что у нас поголовье крупного рогатого скота в Новосибирской области ежегодно увеличивается, причем хорошими темпами, и мы занимаем одно из лидирующих положений уже не только в Сибири, но в России, то это может иметь очень хороший экономический эффект. Поэтому я думаю, что можно рассмотреть. Последнее запланированное выступление, касающееся твердых коммунальных отходов, Арбатский Павел Олегович. Роль компании-оператора. Компания «Тайгер Сибирь». Пепси, спасибо за профессию будущего. Вот, уже 6 лет занимаюсь. Смотрите, Новосибирск в целом вообще уникальный город, в котором, ну, вот здесь Пепси, Кока-Кола, да, Марс, Нест-Лес строятся. И, пожалуй, нету даже ни одного города в мире, где могут быть сосредоточены все мировые производители. Это может быть Хейникин, это может быть Сан-Энбеф. И наши региональные компании тоже за ними, так скажем, подтягиваются и смотрят на них. Вот. И один из углеродных следов – это упаковка, упаковочные материалы, в том числе вот даже S7, да, то есть они активно вовлекают во вторичный оборот всю свою упаковку с рейсов. И, соответственно, здесь именно роль компаний и операторов, таких как «Тайгер Сибирь» в других регионах, по максимальному вовлечению во вторичный оборот именно вот этих товаров, потерявших свои потребительские свойства. – это сбор через различные, то есть многоквартирные дома, через предприятия, да, которые отходы промышленные образуются, у них там отходы упаковки, брака и прочее. И здесь именно мы практически со всеми крупными компаниями международными сотрудничаем в постоянном диалоге по снижению упаковки, по максимальному вовлечению во вторичный оборот. То есть сейчас есть, допустим, упаковка перерабатываемая, но сложно извлекаемая. Вот, у нас были представители Greenpeace, да, и они понимают, что небольшие, допустим, ну, мы тут про глобальные вещи говорим, да, а мы про маленькие упаковочки можем рассуждать долго. То есть она может просто проходить и снова попадать на полигон. То есть вот мы сейчас рассматриваем варианты, как это максимально вот эти мелкие какие-то там, не знаю, от батончиков шоколадных, максимально вовлечь во вторичный оборот, чтобы как можно меньше уезжало обратно на полигоне. Вот, то есть да, этот продукт перерабатывается, но мы думаем, как его извлекать. И материалы, которые сложены, полимерные материалы, то есть многослойные материалы. Здесь тоже вот этот диалог крупного бизнеса, крупных производителей и переработчиков и операторов по сбору здесь вот именно в Новосибирске он налажен. То есть к нам всегда компании идут на встречи, они готовы даже из западной части своих фабрик присылать образцы для каких-то проведения испытаний. И, ну, эту работу мы ведем. И вот один из ярких примеров, то есть к нам обратился представитель БАДа крупный, они хотят полностью перейти на перерабатываемую упаковку. Ну, к сожалению, пока это 100% технологически даже. Переналадка оборудования, это займет больших денег, да, и есть, ну, определенные санпины, регламенты, чтобы полностью перейти на такую упаковку, ну, пока не получается. Но сама инициатива, что компании и производители, да, они крупные, возможно, но они выходят. Вот. И здесь мы уже совместно с ними работаем. Ну, и раз тут есть такие откровения, секреты, то есть, да, мы сейчас тоже, я надеюсь, что в сентябре начнем пробовать именно сложные полимерные материалы, попробовать опускать переработку. Не знаю, получится, нет. Получится, мы расскажем, обязательно поделимся. Спасибо, Павел Олегович. Андрей Анатольевич, что Вы можете сказать, как представитель органа власти? Представитель органа власти, тем более в Новосибирской области. Новосибирская область, конечно, область уникальная с точки зрения природных ресурсов, климатических особенностей. Это семь, так скажем, практически климатических зон в пределах одной области, что обеспечивает разнообразие ландшафтов. Но это из плюсов. А из минусов, опять-таки, климатические особенности года. Вы приводили пример в город Санкт-Петербург. Так вот, условия рассеивания вредных выбросов в атмосфере в Новосибирске примерно в 3,5 раза хуже, чем в Петерии. Поэтому мы уже априори обречены к тому, чтобы предпринимать любые действия, которые были бы направлены на снижение не только выбросов в атмосферный воздух вообще, но в первую очередь в зону дыхания. Поэтому ваши усилия снастить автомобили любым топливом, которое снижает выбросы, или тем более электрическим топливом, которое, безусловно, обеспечивает нулевые выбросы, это уже несомненный плюс. Более того, эта проблема осознавалась в городе очень давно, 30 лет назад, еще в конце 80-х, начале 90-х. Эта проблема уже остро стояла перед городом, и Новосибирск был тогда тоже одним из пионеров внедрения именно компримированного газа. Но проблема заключалась как раз в том, что инфраструктура развита не была. Было у нас две заправки на весь город. Одна, к слову сказать, вот как раз на площади труда, на ее месте сейчас опоры возводят. И это, скажем прямо, тот лимитирующий фактор, который не позволил активно внедрить эту технологию в практику. Ну, второе, те события в стране, которые произошли, к сожалению, они наложились. В общем, технология достаточно долго ушла, так скажем, в сторону. При, скажем так, описании ситуации, вы как-то совсем обошли канцерогены, а, к сожалению, на дизель при всей экономичности выбрасывает достаточно большое количество сажа, который сам по себе несет еще дополнительно такие канцерогены, в первую очередь, как бенспирен. Поэтому, чем больше мы уйдем на газовое топливо и электричество, тем, наверное, в большей степени мы сделаем обстановку. Через две минуты нас отключат. Обстановка у нас здесь лучше. Ну и, безусловно, компенсационные мероприятия, которые мы сможем внедрить, кроме всех технологических, которые позволяют снизить уровень эмиссии вредных веществ, в окружающую среду и компенсационные мероприятия. Но СЭВН мы особенно благодарны за то движение, которое есть, к слову сказать, сравнительно недалеко можно проехать, посмотреть, они стоят. И в этом вторая особенность. И СЭВН, и банки, там почта, банк ВТБ, СБЕР, все участвуют. Не только в посадках, но физические сотрудники пришли и помогли посадить. Самое главное, лес не только посадить, но и вырастить. Система агроуходов, занятие достаточно финансово-емкое. И тут финансовая помощь и СЭВН, и банковской сферы, она, безусловно, позитивным образом сказывается на дальнейшем содержании этих зеленых насаждений. А в целом я бы хотел вам сказать большое спасибо. То, что общественное мнение формируется в зеленую сторону, и все в хорошем смысле позеленели, это очень большой плюс. Мы, присутствующие здесь, многие уже знакомы не первый год. Я вот, например, помню. Субтитры создавал DimaTorzok